До одного из самых массовых праздников остается больше месяца. Но несмотря на это, планы по оформлению новогоднего городка уже давно подготовлены. Авторы проекта представили свою работу на обсуждение художественного совета. В этом году у нас фигуры советских мультфильмов, всем нами известных. Они будут, как бы, в этом году постараемся посложнее. Сами скульптуры будут более сложные, более изящные, что ли. Погода, видите, сами меняется. Сегодня потепление. Если у нас будет плюсовая температура вплоть до Нового года, тут возможно, что у нас сами ледяные фигуры на уменьшение пойдут. Что-то будем другие какие-то варианты искать. И методы там, не знаю. Либо дополнять игровыми элементами из дерева и железа, или какие-то фигуры, продумывать из чего-то другого. Из пенопластов, из пластика. Кроме того, проектам предусмотрена дополнительная иллюминация декоративных элементов. Обсудили не только дизайн освещения, но и техническую сторону. Также затронули вопросы перекрытия автомобильного движения на центральной площади, где будет располагаться новогодний городок. Шамиль Халитов заявил, что вопросов безопасности полумер быть не должно. Никто не имеет права рисковать жизнью здоровых детей. Наполовину тут решения не должно быть. Если мы делаем, делаем на площади и закрываем. Как обычно закрывали до 15-го числа. 29-го где-то закрываемся и 15-го открываемся. Не обошли стороной и тема оформления фасадов зданий города. Было принято решение провести работу с городскими предприятиями и организациями, чтобы они внесли свою лепту в новогоднее убранство Нефтекамска. Задать праздничное настроение городу могут и сами нефтекамцы, оформив, к примеру, окна квартир гирляндами. Хотелось бы сегодня воспользоваться моментом и обратиться к нашим горожанам, к нашим жителям, к нашим предпринимателям, учреждениям, организациям, предприятиям. Принять самое активное участие в оформлении нашего любимого города. Всех желающих, кто хочет принять участие в оформлении нашего города, построить горки для наших детей. Вспомните, в детстве все выходили к подъезду с лопатами, с ведрами и с удовольствием катались сами. Я думаю, что получится хорошее новогоднее оформление всех улиц нашего города, праздничное оформление центральной площади. И я думаю, мы с таким хорошим, добрым настроением вступим в наш новый 2016 год. Непосредственная работа по подготовке праздничной площадки начнется сразу же, как позволят погодные условия. В итоге совещание художественного совета предложенный проект с внесенными изменениями, касающихся моментов декора и освещения, был принят. Художественный совет с основным состоит из художников нашего города. Поэтому, естественно, мы отталкиваемся от их предложений, инициатив. Ну, где-то мы свои пожелания им доводим, чтобы они немножко отношения изменили, чтобы и животное одно и то же не повторялось. И в этом году тоже хотелось бы, конечно, не повторяться. Но, как отметил Шамиль Шакирович, одно останется без изменений. Привычные, любимые все детворы деревянной горки займут свое место в новогоднем городке. Это даст гарантию, что капризы погоды не оставят маленьких нефтеканцев без этого развлечения. Марина Медвинская, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова